Что ты делаешь, Сайран? Что за глупость? Глупость в том, что я хотела довериться тебе. Что ты тут мне рассказываешь? Ты понимаешь, о чем ты сейчас разговаривал с мамой? Я не знаю, что именно ты услышала, но ты неправильно поняла. Надень это. Все кончено. Ты женился только для того, чтобы в твоей комнате была жена и чтобы скрыть свои ошибки. И твоя семья женила тебя только ради этого. Как это подло? Сайран, мы даже не знали друг друга. Это было сказано давно. Это просто слова. Почему ты так преувеличиваешь? Преувеличиваю. Хорошо. Твоя девушка тоже знала про то, что ты просто так давал ей обещания. Потому что ты и мне даешь обещания. Мне интересно, насколько ты верный в этом. Почему ты не хочешь понять? Это ты не хочешь понимать. Ладно, я. Но как можно думать так о любой другой девушке? А? Она будет ждать тебя в комнате, а ты будешь жить своей жизнью. А когда настанет время, разведешься. Это несправедливо. И почему я тебе потом не доверяю? Скажи, Ферит, а как мне тебе верить? Ты мог бы доверять тебе после того, что услышал? Я не прежний, Ферит, Сейран. И ты не прежний. Ты тоже изменилась. В твоей жизни был Юсур. Ты планировала сбежать с ним. И что мне сейчас думать? Думать, что вдруг Сейран снова надумает с ним бежать? Скажи мне. Это не одно и то же. Меня отец насильно выдал замуж. Но не я. Ни моя семья не считали этот брак игрой. Что я только что услышала? Мать моего мужа выбрала меня для того, чтобы скрыть отношения сына с другой. А его возлюбленная ждала тот день, когда он разведется. Скажи, пусть не ждет. Вы, наверное, давно начали общаться по телефону. А? А может быть, вы вообще не разрывали отношения? Иди, сообщи, чего ты ждешь. Иди, сообщи. Иди. Ну что? Сейран. Хватит. Что ты говоришь? Я тебе говорю, это было давно. Ты не понимаешь? У нас с тобой ничего не было. Мы даже не знали друг друга. Я тебя никогда не знала, Кирит. Помнишь, первый день после нашей свадьбы? Помнишь, что ты говорила мне? Когда ты уже думала о разводе? То, что ты сделал для меня. Подумай. Подумай. Помнишь? Вспомни. Когда ты крутился вокруг меня. Девя, все, что я говорила. Неужели тебя не мучила совесть? Неужели все время ты находился в напряжении, когда держал мою руку, когда целовал меня? Сейран. Я понимаю, тебя обидело то, что ты услышала. Я очень хорошо понимаю. Прошу, не наказывай меня моим прошлым. Пожалуйста. Не делай этого. Прошу. Пойми, я не могу изменить прошлое. Не могу изменить то, что наговорил Пелин. Не могу поменять свои первые мысли, когда увидел тебя. Но теперь все в моих руках. В наших руках. Дай мне возможность поменять наше будущее. Прошу. Сейран. Пожалуйста, возьми это. Прости меня. Прости за все, что я сделал. Пожалуйста. Возьми это. Сейран. Не делай этого. Прошу. Я не хочу ссориться. Если быть точнее, я больше не хочу ссориться. Завтра спокойно поговорим. О том, что будем делать. Как разведемся. Как объясним это нашим семьям. Хорошо? А сейчас я не хочу не видеть. Не слышать. Меня тошнит. Сейран. Прошу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Прошу, надень свое кольцо. Я люблю тебя. Иф-Хакат. Мы можем поговорить? Нам не о чем говорить. Это важно. Бывшая девушка Ферита Пелин. Вчера в офис приходила ее мама. Пришла к отцу, чтобы поблагодарить. А вчера пришла проведать Гюль-Гюн. Это была она? Султан говорила, но я не обратила внимания. Я ошибся, Иф-Хакат. Она может быть опаснее, чем кажется. Она вежливо пригрозила Гюль-Гюн. Намекнула, что знает Нукет. Поверь, меня это совсем не интересует, Орхан. Раз она приходила к твоей жене, то вы сами решите свои проблемы. Теперь будет так, Иф-Хакат. А как еще быть? Вычеркиваешь меня из своей жизни? Но хочешь, чтобы я прикрывала твои ошибки? Я просто хотел тебя предупредить. Отец и так ищет наши ошибки. Возвращение этой женщины в страну еще больше все запутает. Не думай, что отец не сможет от нас отказаться. И первый, от кого он откажется, это ты. Поэтому подумай над этим. Подумай. Как вернуть отца домой? Здесь он хотя бы был под контролем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Доброе утро. Я не хотел тебя будить, но... И получилось. И если бы не заморачивался с запиской, то получилось бы. Как мило. Чего ты ожидал, Ферит? Ферит? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сэйран, почему ты так делаешь? Это было сказано в прошлом. Тебя не было в моей жизни. Как ты не понимаешь этого? Хорошо. Тогда вспомним те дни, когда я уже была в твоей жизни. Ты из первых дней заигрывал со мной. Пытался сблизиться со мной. Даже когда ты насильно поцеловал меня, в твоей голове была мысль о расставании. Сэйран, ой. Разве мы не разговаривали об этом? Разве не оставили это в прошлом? Что? Мы ничего не смогли оставить позади, Ферит? Мне каждый раз приходится сталкиваться с одним и тем же. Как только я пытаюсь тебе довериться и верить, что-то случается. Твое истинное лицо сразу же открывается, и Аллах каждый раз защищает меня от тебя. Надо же. Значит, Аллах защищает тебя от меня. Значит, я такой опасный человек. Да, Сэйран? А разве не так, Ферит? Подумай о том, что ты сделал нам. Подумай. Но ты для начала наденешь к кольцу. Чтобы никто ничего не понял. И ты пока подумаешь. И я подумаю о том, какой я опасный человек для тебя. ПОДПИСМЕНТЫ Игрует параметры. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Милая, что случилось? Ну все Хорошо Успокойся, милая Успокойся, успокойся Идем, давай сядь, милая Давай Идем Моя единственная Цейран Вчера ночью случилось что-то плохое? Ну что тогда? Рассказывай Не своди меня с ума Расскажу Цейран Где твое кольцо? Цейран Субтитры подогнал «Симон» Я не хотел показывать вашему отцу, не показав вам Правильно поступили, господин Садык Я проверю и сам покажу отцу, если будет какая-то проблема Этими делами занимается Фуат Не думаю, что есть какая-то серьезная ошибка В таком случае, я тебя проинформирую, спасибо Хорошо, господин Орхан Легкой работы И тебе Здравствуй Ты сегодня свободна? Пообедаем Я немного приболела Может потом? Ты в порядке? Скажи мне теперь, сестра Как мне снова надеть это кольцо? Ладно Я скажу, но не злись, ладно? Интересно, кого ты опять посчитала правым? Цейран, мама Пелин Сделала то, что сделала бы любая мать Сестра Согласна, это случилось не вовремя Но поставь себя на ее место У тебя есть дочь У нее отношения с одним парнем А этого парня в спешке женили Твоя дочь, конечно же, разочаровывается Плачет, расстраивается Подумай Если бы такое случилось со мной Если бы такое произошло со мной Ты бы раньше всех пошла бы И обрушила дом на голову этого парня Разве я не права? Скажи мне Ты так думаешь? Потому что ты находишься Внутри этой ситуации Но Если посмотреть со стороны Если это даже так Проблемы должны решить Ферри и его семьи Это не должно так влиять на меня В конце концов, очевидно, что Ферри от меня Все еще лжет Я это знаю Знаю, эта сестра Давай не будем думать, что лжет Будем лучше думать Что он просто не сказал Сестра знать и не говорить то же самое Одно словесное ложь Другое молчаливое ложь Нет никакой разницы Ей-богу, я начала шалеть Феррито Ты же снова начала упрямиться Ой Сестренка Пусть придет мама Пелин И выскажет все, что на душе И уйдет Она скоро уедет Ты не будешь в жизни рядом с дочерью Не расстраивайся Прошу тебя Хорошо? Надеюсь Да Дома особо ничего нет? Если хочешь, можем поесть где-нибудь Нет, мне ничего не хочется Мама Ты в порядке? В порядке, милая Не смотри на меня так Я поговорю по телефону и приду Хорошо Алло Да, если бы ты не позвонил, я бы сама позвонила Мне нужно узнать больше информации об этой девушке Нет Пока еще все так же Я жду от тебя новостей Ладно, я тебе перезвоню Мама Дорогая Поговорила бы в гостиной Да все равно уже все закончила Мама, я боюсь Что это значит? Чего ты боишься? Кого? Тебя Ты постоянно делаешь то, о чем я не знаю Что не могу контролировать Ильин, ты опять за свое Как ты могла пойти домой к Фериту? Еще и после всего случившегося Связь между нами и так была тонкой Если ты продолжишь так делать, мы больше не сможем увидеть друг друга Ильин, я не знаю Не знаю, что ты видишь, когда смотришь в зеркало Но с тех пор, как я приехала сюда, я не вижу ничего хорошего, когда смотрю на тебя Я хочу назад свою прежнюю дочь Радостную, веселую, кружащуюся вокруг меня И я сделаю все, чтобы получить обратно эту девочку, будь уверена Если понадобится, то вопреки тебе Наверное, Бурак пришел Сэйран, все в порядке? Что? Я не поняла Я спрашиваю, все в порядке? Ты выглядишь задумчивой Нет, я в порядке В полном порядке, все хорошо Значит, мы можем воспринимать отсутствие кольца, как осознанное решение Наверное, в комнате осталось Наверное, осталось? И фокад что-то такого Я тоже забываю иногда Оставляю то тут, то там Если в этом есть какая-то проблема, то я могу уйти Ты немного напряжена? Нет А должна? Ладно, перейдем к нашей главной проблеме Суна Если у тебя на вечер есть планы, отмени их Что случилось? Почему? Я хочу тебя кое-с кем познакомить Единственный сын одной влиятельной семьи, которая живет в Стамбуле Он стал главой семейной компании Рано принялся работать Я организовала ужин, чтобы вы познакомились Но все произошло очень быстро Я не смогла у тебя спросить, прости Но прекрасные вещи случаются внезапно, не так ли? Я То есть Я разговариваю с Суной Это дело касается Суны, поэтому То, что она узнала о нем последнее, кажется неправильным Может, это решит Суна? Решение уже принято Проблема в этом Девочке, кажется, сегодня все на нервах Это просто небольшое знакомство В чем может быть проблема, Асуман? Поужинайте тихо и спокойно перед Рамаданом Ты посмотришь и оценишь Это одно из преимуществ таких встреч Ты должна радоваться Дочка Если ты позавтракала, мы можем поговорить наедине? Ладно Приятного аппетита Приятного аппетита Спасибо, Дюджили Сэн Дочка То, что вчера Как вы могли закрыть? Как вы могли закрыть на это глаза Когда вы поехали просить моей руки Точнее, когда вы ехали просить руки моей сестры Как вы могли пообещать Фериту подобное? Как вы могли подумать о таком для меня Или моей сестры Или любой другой девушки? Поверь мне Чтобы Ферит не повел себя импульсивно Чтобы он не сбежал Это что-то страшное Прости Прости С извинениями Или чем-то другим Это ведь нельзя оправдать Только для того, чтобы ваш сын не расстроился Вы ни во что не поставили девушку, на которой он женится Как так можно? Будто я просто не существую И если бы я Если бы я была вашей дочерью Подумайте Правда, подумайте Что, если бы я была вашей дочерью? Дочка Что бы ты ни сказала и ни сделала Твоё право Просто знаешь, что в тот момент Я была в безвыходной ситуации Что бы моё сердце не почернело в этом доме Знала бы ты, с чем мне Пришлось столкнуться Я не смогла У меня не получается Послушайте Я правда очень хочу Верить вам и доверять Правда Но Но Ферит Как мне снова начать Доверять Ферит? А? Как мне доверять? Этого я и боялась Я боялась, что у вас не будет ответа Спасибо Откуда взялась эта женщина? Откуда взялась эта женщина? Откуда она взялась? Откуда она взялась? Алло, слушаю госпожа и пока Здравствуйте, господин Казым, как вы? Спасибо, госпожа, хорошо А вы как? Надеюсь, все хорошо? Все в порядке, спасибо Я беспокою вас по поводу благого дела, связанного с Суной Что вы говорите? Правда? О, Аллах, я взволнован Я сейчас немного занят Освобожусь через пару часов Может, вы приедете сюда? Было бы хорошо, госпожа Я уже давно не могу в ту сторону Приезжайте, приезжайте, я вас угощу чем-нибудь Я нашел отличное место, поединки вам, я угощаю Нет, в обеде нет необходимости Большое спасибо, раз вы так заняты, я заеду Спасибо вам, вы меня не беспокоили, не переживайте Суна Я заставил ждать Нет, нет, все в порядке Ты замерзла Погода ужасная Ты говорила, что у тебя мерзнут руки Они будут греть твои руки Когда меня не будет рядом И я не буду переживать Подожди, Суна Что-то случилось? Суна Госпожа Айфагат сказала Что хочет познакомить меня с кем-то Еще и ужин организовала на вечер Как? Это то, о чем я думаю? Она так думает, но я так не думаю Я хочу держать только твою руку И я ни на миг не думал о другом Ты ведь не пойдешь на это ту же У меня нет другого выхода Я есть Я есть Больше не ищи выхода в другом месте Никто не заставит тебя сделать то, чего ты не хочешь Мы должны вести себя нормально Иначе для нас обоих будет плохо Я не боюсь Я боюсь Очень боюсь Из-за тебя Из-за себя Ты же знаешь наших А тут еще А тут еще есть господин Халис Госпожа Айфагат Еще рано с ними говорить Для этого времени Мы должны молчать Субтитры создавал DimaTorzok Я здесь Ты тут Войдите Господин У вас гость К добру, Лимих К добру Очень даже к добру Хатти-Дже Надеюсь, я не помешала вам Пусть все мое время будет твоим Проходи, садись Каким ветром тебя сюда занесло? Это такой ветер Надеюсь, к добру Войдите Господин У вас еще один гость Госпожа Мехмеш Какой гость? Я в соседнем кабинете Он услышит Если я буду что-то кричать оттуда Вы что? Проходи, Киасин Проходи Садись Спасибо, господин Спасибо Благодарю Тетя Я смотрю Ты не заглянула на мою станцию А сразу пришла на центральную Господин Мы ждем в кабинете Что тетя придет Ну ты же новенький Я подумала, что ты занят Вот и все Правильно Правильно подумала Ты рассказала ситуацию господину? Какую ситуацию? Говорите Господин Госпожа Ифакат Позвонила мне Она сама тоже скоро приедет Нашелся жених для Суны Ты, наверное, уже знаешь Мне интересно твое мнение Хочу посоветоваться Ифакат говорила Но пусть придет Она лучше расскажет Я Я уже старый Не хочу сказать что-то неправильное Главное Это счастье Суны И ее согласие Я так думаю Какое согласие, господин Какое согласие, когда рядом такой человек, как вы Надо устраивать праздник Надо устроить большой праздник Большое спасибо Сэрон Послушай Ты ведь не серьезно про кольцо У меня сейчас своих проблем хватает Клянусь, у меня больше нет сил выцепить еще проблемы О, какие интересные у тебя проблемы Просто поужинаешь и все закончится Можно подумать, что у тебя есть парень И ты из-за этого переживаешь Эй Тебе что, совсем не интересно? Может он симпатичный Может он будет как в твоих мечтах Откуда ты знаешь? Со временем у людей меняются мечты Сэрон Я теперь хочу быть человеком Который по-настоящему Меня любит И которого буду любить я Послушай, я тебе вот что скажу Не будь такой предубежденной Войдите Я принесла цветы, госпожа Сэрон Господин Ферид захотел, чтобы я вам передала это Ага Спасибо Не за что Кстати, он сказал, чтобы ваш телефон был рядом Потому что он вам позвонит Хорошо, дорогая Спасибо Да Этот парень сумасшедший Попытался Сделать что-то по-своему Но уже поздно Ой-ой-ой, посмотрите на нее О, Аллах Сэрон Я не говорю, чтобы ты сразу сдавалась Но будь немного вежлива Хорошо? Я знаю, как с ним разговаривать Слушаю Принесли? Да Да Спасибо Тебе понравились подарки? Тетя Хатуч Алло, тетя? Я еще не смотрела Наверное, понравится Сэрр Что? Говори красиво Верит, я поблагодарю Чего ты еще ждешь от меня? Поблагодари искренне Спасибо Пожалуйста Ладно, я пойду работать Дел много Увидимся С тобой вечером Ладно Легкой работой СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не скрывай, не скрывай. Я ничего не скрываю, сестра. Ты сказала быть вежливой. Я так и сделала. Что тетя говорит? Говорит, сходите с мамой за покупками. Хорошо, давай сходим. Чего ты наденешь вечером? Давай, давай, давай. Посмотрим что-нибудь себе. Давай сходим. Пойдем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА